всем привет меня зовут константин александрович и в этом видео мы познакомимся с новой физической величины которая называется плотность также мы еще узнаем как рассчитывается масса и объем тела по известной его плотности значит мы уже с вами знаем две характеристики тела первое это объем тела это количественная характеристика занимаемого веществом или телом пространства масса тела мы узнали из прошлого видео что это физическая величина которая является мерой инертности данного тела теперь зададимся вопросом а как определить массу от гигантской плиты мы не можем ее заставить двигаться она очень тяжелая мы не можем опять же поместить ее на весы потому что она большая а все весы маленькие опять же она очень тяжелая давайте попробуем сделать следующее мы разделим эту плиту на маленькие кусочки ну например вот на квадратике объемом 1 метр кубический и попробуем поставить на весы если мы это сделаем то мы увидим что масса 1 кубометра ну в данном случае это у нас бетонная плита будет составлять 1800 килограмм получается что а масса кубического метра данного вещества бетона она равна 1800 килограмм это и есть та самая плотность масса в одном кубическом метре вещество соответственно плотность обозначается греческой буквой го и по определению это физическая величина которая показывает чему равна масса данного вещества взятого в объеме 1 метр кубический. Соответственно, формула для вычисления плотности следующая, ее нужно знать. Плотность ρ равна массе, деленной на объем. Масса в системе С измеряется в килограммах, объем в системе С измеряется в метрах кубических, ну и соответственно, мы можем простейшими математическими операциями догадаться, что в системе С плотность будет измеряться в килограммах на метр кубический. А что вообще показывает плотность? Пусть у нас два различных вещества имеются. Они взяты по одному метру кубическому объема, и если мы попробуем их взвесить, узнать их массу, то мы получили следующие результаты. Масса первого куба равна 1000 килограмм, а масса второго соответственно 400 килограмм. Отсюда можно сделать вывод, что плотность первого куба 1000 килограмм на метр кубический, а плотность второго 400 килограмм на метр кубический. Если мы посмотрим в таблице, где предоставляются какие-то плотности веществ, то мы можем сделать вывод, что первый куб это вещество вода, а второй куб это у нас вещество сосна. Также в целом все значения плотностей, они находятся в специальных таблицах, есть таблицы для твердых тел, есть для газов, для жидкостей, значения эти получаются экспериментально и заносится потом в таблицу, чтобы можно было их использовать при каких-то вычислениях. Здесь, для примера, вот изображены твердые тела, мы видим, что есть по два столбика измерений, как в килограммах на метр кубический, так еще и в граммах на сантиметр кубический. Да, часто плотность вы будете видеть измеренную в граммах на сантиметр кубический. Значит, поскольку это нам не подходит под систему Си, надо уметь переводить из граммов, деленных на сантиметр кубический, в килограммы, деленные на метр кубический. Значит, чтобы перевести плотность из грамм на сантиметр кубический в килограммы на метр кубический, необходимо что сделать? Нужно вспомнить, что 1 грамм это одна тысячная килограмма один сантиметр кубический это одна миллионная метра кубического если мы это запишем нашей дроби и посчитаем отношение данное то мы получим что один грамм деленный на сантиметр кубический будет равен тысячи килограмм на метр кубический то есть чтобы перевести из грамм на сантиметр кубический килограмма на метр кубический нужно просто значение плотности умножить на 1000 а чтобы перевести обратно нужно соответственно значение плотности килограммах на метр кубический поделить на тысячу и вы получите граммы на сантиметры кубические идем дальше значит формула для плотности у нас есть эта масса деленная на объем но бывает ситуация когда например вы знаете плотность тела плотность вещества с которого сделано данное тело и его объем соответственно вы можете найти массу масса в этом случае будет равна плотность умноженная на объем также если вам известен объем то если вам известно масса и плотность вы можете найти объем объем в этом случае будет равен как масса деленная на плотность давайте потренируемся в нахождении плотности решим задачку значит у вас есть какой-то кусок неизвестного металла масса 2121,9 грамма при этом этот кусочек имеет объем 3 сантиметра кубических определите какой-то металл чтобы определить какой-то металл мы найдем его плотность и посмотрим по таблицам какому металлу это будет соответствовать значение начинаем с давно заносим массу заносим объем найти нам нужно плотность видим что величину нас выражены не в системе си поэтому переводим их систему си переводим граммы надо поделить на тысячу мы получаем 10 19 десятитысячных килограмма но и 3 3 сантиметра кубических чтобы перевести метры кубические надо поделить на миллион мы получаем 3 миллионных метра кубических переходим к решению записываем формулу для плотности ра равно масса делить на объем подставляем числа считаем и получаем следующее значение получаем 7300 килограмм на метр кубический есть мы посмотрим в таблице то данного значения будет соответствовать олова пишем ответ плотность равна 7300 килограмм на метр кубический а металл это олова идем дальше рассмотрим такую задачу пусть у нас есть два одинаковых цилиндра их поместили на рычажные весы и спрашивают у какого вещества будет плотность больше у свинца или алюминия мы видим что чаша весов не находится в равновесии свинец у нас перевесил ну и можем сделать вывод тогда раз объемы у них одинаковые масса у свинца оказалось больше то значит и плотность у него тоже будет больше я как раз так если мы посмотрим в таблицу мы увидим что у свинца плотность значительно больше чем у алюминия какие можно сделать выводы значит если у нас тела обладает одинаковыми размерами при этом они сделаны из разных материалов то и массы у них будут тоже различаться другая ситуация если же у нас тела имеет одинаковую массу но они опять же сделаны из различных из разных материалов то они будут иметь разный объем потому что их плотность различается вот например лед железо и золото они по массе будут одинаковые но за счет того что плотности у них у всех разные то и объем как видно на картинке будет у них отличаться на этом все спасибо за внимание до встречи на следующем уроке